Назарбаевский мажорист начал работу по грабежу народа. Старые управленцы продолжили свою работу в составе нового созыва. Лидеры западных стран осадят путинский режим санкциями в ответ на арест Навального. Правозащитники провели независимый подсчет голосов. На выборах 10 января за Нуратан фальсификаторы успели выбросить лишь незначительное количество поддельных бюллетеней. Абсолютное большинство голосов казахстанцы отдали именно за Акжол. Назарбаев со своими родственниками нагло украл голоса казахстанцев. Массовые фальсификации и произвольные задержания мирных протестующих делают эти выборы нелегитимными. Обещание реформ от Токаева – это очередная ложь и продолжение диктаторского курса Елбасы. Международный правозащитный проект «Голоса Казахстана» создан для независимого сбора информации о результатах голосования. Эксперты обработали весь массив данных, поступившие от казахстанцев, и объявили наиболее реальные результаты голосования. Независимый подсчет показал результаты противоположные тем, которые нарисовал ЦИК. На этих выборах победило «умное голосование» за Акжол. Подавляющее большинство избирателей отдало голос за предложенную ДВК-партию, чтобы отнять голоса у Нуратана. На графике видно, как казахстанцы масштабно поддержали «умное голосование». 63% из тех, кто участвовал, отдали свой голос за Акжол. Это полный провал Нуратана. За партию власти учителя успели вбросить только 30% бюллетеней. Протестное голосование тотально поддержали в Алматы и Астане, а также в Центральном и Западном регионах. Здесь идею ДВК предпочли 90% избирателей. Тысячи документальных доказательств нашей победы показывают, что наши сторонники повсюду. География пользователей ботами для голосования охватывает самые отдаленные уголки страны. Фальшивые результаты ЦИК так отличаются от наших данных, предоставленных избирателями, потому что все фальсификации были произведены после закрытия участков. На этой записи видно, как члены избирательной комиссии после окончания голосования достают чистые бюллетени из коробок и проставляют в них голоса за Нуратан. Лишние бюллетени за Акжол уничтожили, чтобы соответствовать присланным СКНБ протоколам. Но показатели правозащитников базируются на данных из 8 тысяч фото бюллетеней и протоколов, присланных нам простыми казахстанцами и честными членами избирательных комиссий. По нашему предложению миллионы голосовали за партию Акжол. Мы имеем десятки тысяч их телефонов. Они присылали нам свои протоколы, свои бюллетени, свои сообщения о том, что они поддерживают демократический выбор Казахстана, они против этого режима, они голосовали за Акжол по нашему призыву, это наши сторонники. На некоторых избирательных участках даже не старались скрыть явные несоответствия в числах. Согласно отчету избирательной комиссии на участке номер 237 в Семии, всего проголосовало 624 избирателя. При этом в протоколе указано, что за каждую партию в сумме отдано 1758 голосов. Прислужники диктатора даже не потрудились свести цифры. Спасибо всем, кто присылал доказательства в Боты, Байга и Аламан. Благодаря вашим свидетельствам собраны документальные факты сокрушительного поражения Нуратана. Всеобщее неприятие власти народом заставило Назарбаева торопливо закручивать гайки. Еще два года назад Тукаев обещал регистрацию новых партий, но на этих выборах избиратели были ограничены изрядно поднадоевшими кандидатами. Поэтому наблюдательная миссия ОБСЕ не признала выборы свободными и справедливыми и отметила явные признаки вбросов. В отчете указали на нарушение фундаментальных прав человека и отсутствие конкуренции среди кандидатов. 10 января прошли парламентские выборы в Казахстане. Им не хватало истинной конкуренции и подчеркнули необходимость в политических реформах. Несмотря на повышение плюрализма во мнениях, компания все равно сужала возможность избирателям сделать информированный выбор. Госдеп США также обеспокоен нарушениями во время выборов. В своем заявлении он призвал власти Казахстана выполнять все обязательства, взятые на себя в рамках подписанных договоренностей. За месяц до выборов глава ЦИК и родственник Назарбаева Берек Имашев нарушил Конституцию и запретил работу на выборах для большинства общественных организаций. Дополнительные требования ПЦР-тестов служили формальным поводом для отказа в наблюдении. Меня не впускают на участок, регистрируют, говорят, что уже сидят пять наблюдателей. Время 7.05. А ты не червайся? А ты не червайся? Я еще раз говорю, не право чертить. Власти грубо нарушили право избирателей на открытые и прозрачные выборы. Масштабы фальсификаций невозможно скрыть. Нам прислали множество неопровержимых доказательств нарушений со всей страны. Независимый подсчет результатов выборов показал, что у ДВК колоссальная поддержка по всей стране. Более миллиона людей проголосовали против власти. Вокруг вас действительно много сторонников. Все, что нужно сделать, перестать колебаться и объединиться. Люди, пережив карантин весь прошлый год, они осознали, этот режим должен быть уничтожен. Вся политическая верхушка должна посажена быть в тюрьму. Их имущество должно быть конфисковано. Их собственность должна быть национализирована в пользу государства. Это мы понимаем как минимум 90% населения. И эта риторика уже соответствует тем настроениям людей, которые есть сейчас на самом деле. Снести режим. Не просто сменить, снести. Потому что они плевали на народ. Опубликовано достаточно свидетельств для того, чтобы признать нелегитимными мажорист нового созыва и всю Назарбаевскую власть. Чтобы канал 1612 продолжал выпускать новости, нам нужна ваша поддержка. Отправьте любую сумму на развитие нашего проекта. Ваши пожертвования помогут нам и дальше говорить правду. Перейдите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. Нелегитимный мажорист начал работу против народа. Функционеры престарелого диктатора сохранили свои правящие должности. Они будут продолжать крепко держаться за свои кресла, грабить страну и обогащаться. Пока народ не прогонит их с насиженных мест. Сколько еще будет продолжаться тоталитарное правление бандитской шайки, зависит только от самих граждан. На открытии первого заседания мажориста парламента нового созыва выступил мебель Токаев. Для него написали дежурную речь в стиле его хозяина Назарбаева. В целом он озвучил очередную порцию декоративных реформ, которые никак не ослабят изолированность власти. После провалов режима во время пандемии коронавируса мебельный президент не стыдится вписывать Казахстан в число ведущих мировых государств. Несмотря на значительный прогресс по многим показателям индекса человеческого развития, Казахстан все же отстает от ведущих стран по этому показателю. Провал дистанционки невольно заставил высказаться о повышении уровня образования. Только вот действительность очень отличается от пустых слов Токаева. Инвестиции в молодых людей, безусловно, многократно окупятся и принесут благо всему нашему государству. В последнее время мы продвинулись в реформировании сферы образования. Страну возглавляет лжец и марионетка, и это понимают даже дети. Который был избран народом Казахстана, чтобы помогать нам красиво жить. Особенно острой несправедливость власти ощущают как раз наиболее уязвимые слои населения. Который год чинуши стремятся заглушить их зов о помощи своими обещаниями, адресной социальной поддержки. Нам также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан. После очередных пустых обещаний к Токаеву обратились инвалиды по зрению и пожаловались на жилищные условия, совершенно непригодные для жизни человека. Еще и с серьезными ограничениями по здоровью. Косым Жаморт Кемилович, обратите на этих инвалидов в Толгарское общество слепых, обширите допотопное, ему 112 лет. Оно в аварийном состоянии, туалет на улице, холод собачий. Во-первых, воды у них нет, они откуда-то приносят. Или они как-то устроили вот эти улыбники, оно застывает. Здесь все прогнило, электричество допотопное, пожар может неизбежно случиться. Как вы это не понимаете? Везде они говорят, ну вас они, вы не слышите. Где же вы такой слышащий государство? Когда вы услышите инвалидов, вообще немощных людей? Мы уже в город ходили и толку, да, ну никого нету, помочь нам, бедным, слепым. Народ будет вынужден страдать от бесчеловечного отношения, пока Назарбаев управляет политической системой. Он распорядился оставить прежних глав правительства и Мажелиса на своих должностях. Его приближенные Мамин и Нигматуллин будут и дальше исполнять волю Назарбаева, как и во время его президентства. Становится ясно, что вся шумиха вокруг выборов построена, чтобы завести Даригу Назарбаеву в Мажелис. Ее задвинули в новый созыв вместе с когортой жалких подхалимов. Они получили должности за неприкрытую лесть в сторону Назарбаева. На их фоне назначение Дариги должно было выглядеть не так абсурдно. Два года назад Мадий Ахметов агитировал за Токаева и призывал возвести памятник Назарбаеву. Сегодня он стал самым молодым депутатом в истории. Ему 25 лет. Точно так же работала карьерная лестницей во времена первого президента. Директор колледжа в Атырау после этих слов стала депутатом Мажелиса. В прошлом году она поднялась до заместителя Акима Атыраусской области. Но для новых депутатов даже не понадобились навыки красноречия. Некоторых взяли сугубо для выполнения западных квот по возрасту и гендеру депутатов. Добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата. Все эти люди не имеют права называться депутатами, так как народ их не выбирал. Глава ЦИК и родственник Назарбаева Берек Имашев выдал им золотые значки депутатов стоимостью 300 тысяч тенге. Присягая на преданность елбасы, они теряют человеческие черты в глазах народа. Российский политик Алексей Навальный вернулся домой после лечения от последствий боевого яда «Новичок». Мировая общественность внимательно наблюдала за особой и за его действиями. Ведь от реакции Путина зависит геополитический расклад в мире и тем более в Казахстане. В этом году ведущие западные страны ударят также и по Назарбаеву. Возвращение Навального в Россию поставило режим Путина в безвыходное положение. Ему приходится выбирать между двух зол – либо арестовать оппозиционера и нарваться на новые санкции, либо наблюдать, как растет его политическое влияние внутри страны. Поэтому Навальный возвращался на родину в полной уверенности, что делает верный ход. Не бойтесь ареста по прилету, вас же арестуют по прилету. Перед своим возвращением Навальный встретился с рядом европейских политиков и заручился их поддержкой. Поэтому он был готов к тому, что вместе его посадки уже ждали отряды ОМОНа. В аэропорту Шереметьева Навального задержали прямо у стойки паспортного контроля. За арестом в прямом эфире следили сотни тысяч зрителей. После чего политика увезли подальше от глаз в Химкинское ОВД, где выездной суд за 15 минут определил меру пресечения – 30 суток лишения свободы. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто… Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойки уголовно-профессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Тем временем под окнами отделения сотни людей требовали освободить политика из-под стражи. Отпускай! 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 Мировые лидеры ожидали таких действий Кремля и моментально отреагировали. Главы ЕС и США потребовали освободить оппозиционера из-под стражи. Путин наплевал на закон. Он подтвердил, что это террористическое государство, где законы не работают, где он один, как пахан, принимает все решения бандитские. А все эти судьи, они просто изображают, что они судьи, на них судебная мантия, они уходят в совещательную комнату и якобы принимают решения. Но вся страна знает, что это бандитское государство. Все эти решения спущены сверху Путина. Госдеп США осудил попытки российских властей заставить своих критиков замолчать. Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов, заявил госсекретарь США Майк Помпео. МИД Франции крайне обеспокоен ситуацией с Навальным. Требованием выпустить оппозиционера присоединились Австрия, Италия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. На заседании 25 января Совет Европы будет обсуждать ситуацию с арестом Навального. Это значит, что в ближайшее время Запад признает в Путине международного террориста и введет новый пакет санкций. Международное давление обвалит курс рубля. В первую очередь давление почувствуют ближайшие друзья Назарбаев и Лукашенко. Казахстан станет жертвой геополитической войны и падение рубля потащит за собой и тенге. Очень быстро и Америка, и Европа выработают большой пакет санкций. Они будут непрерывно бить и бить по экономике. Соответственно, произойдет сильное ухудшение экономической ситуации в России. Обвал рубля, девальвация рубля. Это значит, что массу людей резко обнищает. И те противники режима, которые и сейчас относятся негативно к Путину, но не готовы активно действовать, то есть выходить на улицы на массовые митинги, многие из них примут решение и начнут выходить. То есть фактически этим решением Путин спровоцирует массовые выступления людей. Она, конечно, не будет мгновенна. Не так, чтобы 23 января миллионы людей вышли на улицы. Нет. Шаг за шагом это будет нарастать, нарастать, нарастать. Параллельно с тем пакетом санкций, который примет весь мир. Я не удивлюсь, что отключат от платежной системы СВИ. Через какое-то время поэтапно запретят покупать российскую нефть. То есть там пакет санкций будет нарастать, нарастать, нарастать. Ситуация в России будет ухудшаться и ухудшаться, ухудшаться. И, соответственно, это приведет к обвалу всей экономики. И люди выйдут на улицу и снесут режим. Но санкции не прогонят диктаторов с насиженных мест. Сменить режим в состоянии только сам народ, который не хочет жить в нищете по вине воров во власти. 23 января штаб Навального призывает россиян выйти на митинг и требовать свободы для узника совести. 20 лет уже подряд, 20 лет подряд мы становимся беднее. Наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убого. Это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Штаб ДВК объявил глобальную кампанию по мобилизации казахстанцев. В мессенджерах, телеграмм и ватсап идет набор групп активистов. До 10 человек в каждой. Мы создаем ячейки. Ячейки должны быть не более 5-10 человек из числа только доверенных людей. Эти ячейки будут работать напрямую со штабом и со мной. Поэтому просьба выходить на штаб, создавать ячейки, организовываться. Мы в этом году должны провести смену этого политического режима. Преступного и мафиозного. И сейчас складываются для этого очень нужные и необходимые обстоятельства. Это давление на Россию, это смена режима Беларуси. И если мы этим не воспользуемся, этот режим законсервируется. Чтобы вы понимали, Запад не будет никакими санкциями бить Назарбаева, если народ будет в спячке. По меньшей мере миллион казахстанцев на этих выборах проголосовал за Акжол именно по призыву ДВК. Эти люди должны объединиться со своими сторонниками и держать связь со штабом. Если мы объединимся, мы снесем режим Назарбаева уже в этом году. На сегодня все. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новостях. Это были новости 16.12. До встречи.